Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2047. Тема «Грех». После вступления в монахи и отрешения от мира не все же могли выдержать строгие нормы поведения. Что делали с нарушителями устава? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В монастырях были не просто нарушения устава, а злостные и коварные жители. Пострижение – это не рождение свыше, а потому туда люди приходили со всем накопленным багажом, и там это все проявлялось. Матфея 12.34. «Порождение Ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца, говорят уста?» Олипий Печерский. Память 17 августа. Был еще некто из того же города Киева, муж благочестивый, сей построил церковь и пожелал иметь всем больших икон для украшения церкви. Сей муж отдал серебро вместе с досками, предназначенными для начертания икон двум монахам монастыря Печерского, знакомым ему, попросив их посоветоваться со святым Олипием относительно написания икон. Но монахи ничего не сказали Олипию, а серебро присвоили себе. Спустя некоторое время тот муж послал спросить монахов, написаны его иконы или нет. Они отвечали, что Олипий требует еще серебра. Потом, снова взяв серебро, присланное от мужа того, присвоили его себе, затем, дойдя до крайнего бесстыдства, и два монаха снова послали сказать тому мужу, клевеща на святого, что Олипий требует еще столько же серебра, сколько получил. Христолюбивый муж тот дал серебро, и в третий раз, сказав ей, ведьма желая получить молитву и благословение, дело рук его. При той же Олипий ничего не знал о том, что делали монахи. Наконец, муж тот послал еще раз узнать точно, не написаны ли уже иконы. Монахи же те, не зная, что ответить, сказали, что Олипий взял все серебро, трижепосланное, но икон писать не хочет. Когда Христолюбивый муж тот прибыл в монастырь Печерский, вместе со своей дружиною отправился к Игумену Никону и рассказал ему о причине печали, нанесенной ему якобы Олипием. Игумен, позвав Олипия, сказал ему, для чего ты, брат, наносишь такую обиду всему сыну нашему, который весьма упрашивал тебя написать иконы и дал тебе серебра, сколько ты просил. Но ты, взяв так много серебра и дав обещание написать иконы, не написал их, хотя в иных случаях писал иконы без всякой платы. Блаженный же Олипий отвечал на это, честный отец, ты хорошо знаешь, что я никогда не выказывал венности в деле семь, но сейчас я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Тогда Игумен снова сказал ему, ты взял тройную цену за написание семи икон, но до сих пор не написал их. И Тача, желая обличить святого, приказал принести доски, признаначенные для написания икон. Доски те за день перед этим видели стоявшими в одном из монастырских строений, и на них не было ничего изображено. Игумен приказал также позвать и тех монахов, через посредства которых он и муж передавал серебро святому, дабы сие монахи обличили Олипия. Посланные за досками нашли их весьма искусно расписанными и принесли их к Игумену. Увидев сие, все бывшие там весьма удивились и впали в великий страх. Потом с трепетом пали ниц на землю и поклонились тем образам, созданным не рукой человека, а именно образу Господнюю, образу Пресвятой Богородицы и прочим образам святых Божиих. Потом пришли те два монаха, которые оклеветали Олипия, не ведая ничего о всем чуде, они вступили в пререкание со святым, говоря, вот ты взял тройную цену и икон писать не хочешь. В слухах эти слова все бывшие там показали тем монахам иконы, сказав, вот эти иконы, написанные самим Богом, удостоверяют невинность Олипия. Монахи же те, увидя иконы, пришли в ужас от столь великого чуда. Они тотчас же были обличены Игуменом в воровстве и лжи, были избраны из монастыря и лишены всего имущества своего. Но сие монахи не прекратили злобы своей. Они стали распространять в городе Хулу на преподобного Олипия, утверждая, будто бы они сами написали те иконы. Начальник же наш, говорили они, не желая вознаградить нас за труд, дабы отстранить нас от работы, солгал относительно икон, будто бы они написаны самим Богом, восхотевшим оправдать Олипия. Услыхав такие речи, многие граждане пошли из города в монастырь, дабы видеть те иконы и поклониться им. Однако многие из граждан поверили тем монахам, оклеветавшим преподобного Олипия. Паисий Великий, память 19 июня. Среди учеников преподобного Паисия был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи и нравы. И когда иноки для наставления приходили к преподобному, слушали его богодухновенные слова, слушал с ними старец тот, но пользы от этого он никакой не получал, ибо не имел в себе хорошо возделанной и влажной почкой. Но сердце было, как камень, ожесточено, и потому доброе всеми божественных бесед не могло в нем укорениться и прозябнуть. По временам он даже поносил слова святого, ибо, отойдя от лица преподобного старецу перед другими братьями, иногда позволял себе и ругаться над беседами святого Паисия, говоря при этом одну только расклевавшую и хульную ложь. Говоря только расклевающую и хульную ложь. Как и подобает людям мирским и нечестивым. И некоторые иноки соблазнялись хуляниями, слышанными от него. По прошествии довольно продолжительного времени братья, не желая более слышать возвращающих слов его, но и не имея сами поведать о том святому отцу, отправились к некому боголюбивому и добродетельному подвижнику, жалуясь на того злонравного старца. Когда подвижник этот отправился вместе с ними к великому Паисию. Он с радостью послушал богодухновенные беседы, исходящие из уст преподобного отца и всячески старался исполнять на деле то, что воспринимал из его поучений. И вскоре он многих превзошел в добродетели и стал опытным отшельником. А все это при помощи и по молитвам святого Паисия, и спросившему ему у Бога великую милость. Продолжение следует...